С 1 апреля начинается прием заявлений на зачисление первоклассников. Шестилетняя Вика уже умеет немного читать, писать и считать. Ведь с 1 сентября девочка пойдет в школу. Чтобы у единственной дочки с первых же дней не возникло трудностей с обучением или вовсе не пропало желание учиться, мама решила отдать ее на предшкольную подготовку. Я считаю, что это правильно, это нужно, чтобы ребенок привык к учителю, чтобы она привыкла к школе, чтобы 1 сентября она не потерялась здесь, не растерялась. Я считаю, что это хорошо. И мы очень рады, что дополнительную группу сделали, чтобы мы попали именно в эту школу. Дополнительная группа для будущих первоклассников в 14-й школе была сформирована всего две недели назад. Такая необходимость возникла из-за того, что в последние годы активно застраивается восточный микрорайон. Его жителями становятся молодые семьи. Теперь в образовательных учреждениях данного района ожидается гораздо большее количество учеников. Так, вместо трех первых классов в этой организации впервые будет сформировано четыре. Заявления поступают до сих пор на подготовку. Но осталось уже немного времени, поэтому смысла открывать еще дополнительную группу нет. Кроме того, очень много обращений родителей будущих первоклассников о том, что в школу они не пойдут, будущих первоклассников. А вот заявление в школу на приемы зачисления они обязательно напишут. Согласно территориальному признаку, в данной организации ожидается более ста первоклассников. Но нужно отметить, что всего в новом учебном году в образовательных учреждениях города ждут привычное количество детей. Если в школе на Финском первых классов прибавится, то в центральном микрорайоне, наоборот, станет меньше. У нас планируется через 2-3 года снижение количества первоклассников, потому что мы приближаемся к демографической яме. Это где-то произойдет года через 3. Поэтому численность детей в первом классе будет примерно такая же, как в этом году. То есть 930 детей, это мы планируем принять в первых классах в 21-22 учебном году. Заявление на зачисление в первый класс в 2021 году родители могут подавать лишь с 1 апреля до 6 июля. В образовательные организации будут записывать тех детей, кто территориально закреплен за той или иной школой. После начинается прием будущих первоклассников без территориального признака. Кроме того, при приеме в образовательные учреждения право внеочередного зачисления по месту жительства имеют дети военнослужащих, полицейских, представителей Следственного комитета и прокуратуры. Преимущество есть и у тех будущих первоклассников, чьи братья и сестры обучаются в данной школе и проживают в одной семье.